Если тебе не нравится то место, где ты находишься, смени его, ты же не дерево. Джим Рон В январе 1964 года в Москве умирает видный казахский ученый, академик Каныш Садпаев. В марте того же года его именем была названа новенькая улица, появившаяся в столице советского Казахстана. В Алма-Ате, как и во всей остальной республике, всегда любили и гордились прославленным геологам. Вот только Каныш Садпаев никогда не был коренным алматинцем. Сейчас об этом не принято говорить, но когда-то даже такой человек мог услышать за спиной презрительное «Понаехали». И не он один. Не менее именитые Ахмед Байтурсынов, Шакин Айманов, Сакин Сейфулин и многие другие, все они жили в Алма-Ате на правах приезжих или, если угодно, внутренних мигрантов. Население Казахстана продолжает кочевать, хотя и нет уже в нас прежнего духа намадов. Уехав однажды, мы предпочитаем больше не возвращаться. Причины, которые толкают нас покидать насиженные места, у всех разные. Как тебе показался этот Мозгаляков? Вы прекрасно знаете, как я к нему отношусь. Да, но мне кажется, он стал уж слишком навязчивым. Этот провинциальный театр когда-то стал первым местом работы скромного павлодарского парня Жени Жуманова, будущего известного казахстанского актера и телеведущего. Ольга Матвеева стала свидетелем зарождения в нем актерского таланта. Тогда они вместе посещали театральную студию, и уже в то время было ясно, Жуманову будет тесно в маленьком Павлодаре. Он был очень неординарным, очень энергичным, очень увлекающимся, неуемным. И это английский язык, и это песни, и это гитара, и это подводное плавание, и это альпинизм. Но, тем не менее, всегда он оставался верен театрально. Он сделал это делом своей жизни, один из немногих. Сейчас Евгения Жуманова можно с уверенностью назвать удачным покорителем столицы. Переехав в Алма-Ату 23 года назад, он сумел занять свое место под столичным солнцем. Работу в театре он совмещает с участием в телевизионных шоу. Его узнают на улице и называют звездой. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Конечно, я хотел играть на столичной сцене, тем более, что Лермонтовский театр я знал давно и очень хорошо. Они регулярно в моем городе в Павлодаре появлялись на гастролях. Я видел их репертуар, знал этих артистов. Ну как, не лично, а в смысле знал, что это за трупы, и как они работают, что это за мастера. Я приехал, то есть у меня было, во-первых, состояние ужаса и шока, и страха, вот, потому что новый театр, новая роль, роль главная, и роль на главной театральной площадке республики, вот. Поэтому, то есть, кроме ужаса и страха и паники я мало что, наверное, тогда испытывал. И хотя Алма-Ата уже давно перестала быть столицей и даже поменяла свое название, она не потеряла своей привлекательности. По некоторым данным, ежегодно в южную столицу Казахстана переезжает около 22 тысяч человек. В большинстве своем это будущие студенты, которые, получив диплом, предпочитают не возвращаться на малую родину. Скажи, пожалуйста, вы алматинка? Да. Вы здесь родились? Нет. Я уже здесь давно-давно-давно живу. Я вообще сама сразу. Ты алматинец? Да. Ты здесь родился? Ты здесь родился? Нет. А где ты родился? В Чилике. В Чилике. А считаешь, что я уже алматинец? Ну да, я здесь уже 6 лет. Ты коренной алматинец? Нет, не коренной. Откуда? С Валдара. Нравится тебе Алматы? Ну да, вообще нормально так. Хочешь ли я остаться здесь? Посмотрим, как судьба вообще все свяжет там. Нет, я на Симфалатис. Симфалатис? Да. А живете сейчас в Алматы? Да. Правда, далеко не все едут в Алматы, чтобы утолить амбиции. Некоторые просто вынуждены приезжать в большие города. И чем больше город, тем сильнее он притягивает к себе приезжих. Социолог Светлана Куница уже несколько лет изучает миграционные процессы внутри Казахстана. Говорит, в последнее время люди все чаще стали бросать свои дома от безысходности. Согласно опросам, 50% мигрантов переезжают именно из-за отсутствия работы у них. Ну вот в тех населенных пунктах, где они проживали. Еще 25% по личным обстоятельствам. Это, допустим, замужество, переселение к детям, к своим детям выросшим. 20% из-за того, что была низкая зарплата. То есть вот эти вот три ведущие причины, они являются тем основанием, почему люди едут. Это место среди алматинцев именуется не иначе, как Холбазар, рынок рабов. Здесь всегда можно найти дешевую рабочую силу. Здешние обитатели непривередливы, чаще всего малограмотны и берутся почти за любое дело, лишь бы платили. Кстати, платят не всегда. Юридические договоры с такими наемниками обычно не составляют, но они готовы терпеть, потому что выбора у них иного нет. Я приехал с юга, дома работы нет. Вот пришлось в Алматы приехать. У меня двое детей, их нужно кормить, деваться некуда. Не просто все. Здесь дорого очень. Квартиру приходится снимать. Вот и стоим здесь с 7 утра до позднего вечера. Но, пожалуй, самое большое количество переселенцев из других регионов, оказавшись в Алматы, оседают в окрестностях знаменитой барахолки. Один из крупнейших рынков Центральной Азии приносит миллиардные доходы и содержит целую армию приезжих. Живут они тут же рядом с торговыми рядами. Снять комнату в этом районе не составляет особой проблемы. Предложения об аренде почти на каждом заборе. Ради экономии труженики прилавков жилье снимают в складчину. Живут в невообразимой тесноте, на каждого меньше одного квадратного метра. Разумеется, все это тоже не от хорошей жизни. Я не ожидала, что буду здесь работать, жить в таких условиях. Приехала, хотела начать новую жизнь. И вот что получилось. Нам государство обещало квоту, но мы ее так и не получили. Жить как-то надо было. Вот и вышла торговать. Сейчас уже привыкла. По данным социологов, сегодня в Казахстане существуют три мекки для внутренних мигрантов. Астана, Алматы и Мангистауская область с ее нефтяными запасами. В результате прирост населения в этих трех регионах зашкаливает, в то время как огромное количество малых населенных пунктов находится на грани исчезновения. В первую очередь это касается аулов. Внутренняя миграция, это то есть переезд внутри одного региона. И прежде всего внутренняя миграция связана с переездом из сельской местности в городскую. У нее динамика также резко возросла именно в 2004-2007 году, когда, к сожалению, наши люди были разочарованы эффективностью выполнения программы АУ. То есть не в виде результатов, а не большие потоки хлынули сильно в города на заработки. Естественно, такое положение вещей не всегда устраивает самих жителей тех регионов, которые притягивают к себе все новых и новых провинциалов. В ответ на пресловутое «понаехали» звучат обвинения в алма-атинском либо астанинском шовинизме. Вот эти люди называют себя истинными алма-атинцами. Это своего рода закрытый клуб, члены которого объединились, чтобы сохранить дух старой Алма-аты. Это не плевать, не мусорить, быть уважительными друг к другу, чтить историю города. Впрочем, они не исключают, что алма-атинцам можно не только родиться, но и стать. Иногородних у нас масса. Ну иногородние каким образом? То есть человек приезжает с другого города, он ассимилируется, он принимает правила пребывания в этом городе. И он на самом деле иной раз иногородний, более алма-атинец, чем какой-то, допустим, мажорный товарищ, который ведет себя, мягко говоря, некорректно. Родилась я в Усть-Каменогорске, а большую половину своей жизни я прожила в Балхаше, из Балхаше я переехала в Алма-Ату. Семь лет, я не знаю, я лучшего города, я была и в Европе, и везде побывала, но лучшего города, чем Алма-Ата, для меня нет. Приезжий, не приезжий человек не имеет значения. Если он действительно разделяет энергетику, разделяет ту культуру, в которой мы живем, значит, он никогда вообще даже не будет восприниматься как чужой человек или еще какой-то. Но если человек приходит и не вливается, становится как инкрустацией, да, в общем-то, наверное, это его проблема, потому что не вписаться в такой красивый, замечательный город, мне кажется, это абсурдно. Честно говоря, проблема перенасыщения столиц сегодня волнует многие страны. Самый близкий для нас пример – Россия. Москва с ее почти 12-миллионным населением ежегодно пополняется армиями новых жителей, причем не только из России. Деление на местных и неместных здесь даже становится предметом ссор между популярными артистами. Мне изначально есть чем гордиться, ведь мне довелось родиться в самом центре столицы. И пока мое сердце будет биться, я буду гордиться местом, где было суждено родиться. Круто родиться там, где ты хотел бы трудиться, где маза есть реализовать свои амбиции. Круто гордиться тем, что ты родился в столице, но только не тогда, когда больше нечем гордиться. По официальным данным, население двух казахстанских столиц по московским меркам просто крохотное. Речь идет всего о двух миллионах человек. Правда, социологи советуют умножать на два эту цифру, чтобы приблизиться к истине. И если в Астане масштабы переселения выглядят не столь пугающе, то численность алма-атинцев уже приближается к критической отметке. На всех не хватает жилья, работы, да и просто места под солнцем. По словам коренных жителей, то есть истинных алма-атинцев, остановить этот процесс невозможно, но кое-что еще можно сделать. Цель создания группы для меня и, наверное, для многих моих друзей, именно в том, чтобы сохранить дух города, а сохранить-то его нужно не прогоняя тех, кто приезжает сюда, а сохранять его надо в себе. Потому что если в твоем доме все хорошо, в твоем любимом доме порядок, чистота и уют, то те гости, которые входят в него, наверняка вытрут обувь у входа, да, и будут соблюдать твои правила. Если же ты сам не можешь навести порядок там, где ты живешь, то почему этот порядок должны соблюдать те, кто пришел к тебе в гости? Продолжение следует...